Радио 54 Первое областное радио Газета начиналась в вагоне, в вагоне теплушки И родилась она в общем-то в Челябинске И путешествовала вместе с красноармейским составом И знаете самое интересное, что одним из первых, кто редактировал эту газету Ну помогали журналисты, корреспонденты агентства Рост А один из первых редакторов это был Ярослав Гашек Вот это да, вот это открытие Да, автор «Сибирских огней» нашего журнала Новосибирского Он докопался до истины и оказывается, что в Челябинск в свое время прибыла редакция Ну я даже не знаю сейчас как ее назвать Но в общем Ярослав Гашек ехал в этом самом эшелоне и редактировал сразу 8 газет на разных языках В такой походной версии Да, походная версия такая И ему на некоторое время путешествия дальше Уфа и Иркутск доверили редактирование в том числе будущей Советской Сибири Ну в сущности она была пока еще вестником таким, бюллетенем Вот такая есть интересная история Он потом вернулся уже к себе в Чехию и дальше у него пошла творческая жизнь А так она была связана, ну, несколько месяцев с нами Это здорово Вот это да, конечно История начинается 100 лет назад в Челябинске Каким образом Советская Сибирь оказалась здесь, на столице Сибири, в Новониколаевске? Я так понимаю, что Транссибирская магистраль в этом сыграла не маловажную роль? В этом сыграла не только Транссибирская магистраль роль, но и в том числе борьба за власти красные и белые между собой И вот когда Новониколаевск, наконец, газета выходила и в Омске И когда, наконец, в Новониколаевск был освобожден, ну, то есть завоеван красными Вышел первый номер газеты Советская Сибирь Вот, знаете, я просто сейчас даже назову 23 июня 21 года вышел первый обской номер Вот так, вот это да Да, но сама газета как бы ведет все-таки столетнюю уже историю Что касается редакторов, то судьба у них, у некоторых, особенно у первых, была крайне печальна Пятеро было расстреляно То есть, да, драматические моменты в истории газеты были и есть Журналисты работали на всех фронтах, в том числе Великой Отечественной войне Оттуда тоже не вернулось несколько человек, ушедших на фронт буквально в первые же дни Вот, и, кстати говоря, о создании по улице Советской 6, где располагалась очередной адрес редакции Их было много, где располагалась редакция в то время Жители Новосибирска узнали о победе, потому что там, собственно, телеграф располагался тоже А журналисты Советской Сибири сразу же откликнулись и решили замутить такую акцию 10 тысяч поздравлений телеграфных с Днем Победы И у них это получилось Был такой классный экшен, да Круто У нас было много крутых моментов В 35-м году Советская Сибирь при поддержке Москвы организовала поход на Белуху Вышли несколько десятков молодцев-ударников с красноармейцами, поднялись на вершину Так вот, в этом году мы с помощью наших молодых друзей-альпинистов флаг Советской Сибири подняли на вершину Белухи снова Ну, это событие, конечно, молодцы Снова, да, да, да Самые прикольные вещи возникают, когда мы куда-то едем и привозим интересные штуки Ну, к примеру, поехали в Маслянинский район на золотодобывающий рудник и привезли оттуда кость бизона О, да, громадная Размеры, какие Валя показывает Валя метр примерно показывает Валя, где-то с метр, да, примерно? Это глаз Глаз вот такой Нет, Юня, на самом деле, кость, которую мы раздобыли Валентин обращался в музей краеведческий Там специалисты оценили, что наш бизон, ну, как бы, у нас часть только Наш бизон был больше, чем тот, который выставлен в краеведческом музее То есть, такой был гигант Вот это, да Да, гигант И сейчас он красуется в редакции, скорее Или кто-то у него с домой сегодня Нет, это теперь часть нашего музея Он у нас довольно обширный Кусок его мы отдали в музей города Новосибирска Там, кстати, стоит совершенно шикарная мебель Которая в свое время стояла в кабинете редактора Это, знаете, вот 30-е годы Кожаный диван Да, 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 раритет Да, вот эти вот буфеты Совершенно великолепные, да Ну и напоминающие довольно грустные эпохи нашей Новосибирской области Радио пятьдесят четыре Первое областное радио